В финал конкурса вышли два кандидата. Краевой чиновник Алексей Копайгородский и бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Донченко. За бывшего вице-губернатора Кубани проголосовали 44 депутата из 44 присутствующих. После объявления результатов конкурса Алексей Копайгородский дал свое первое интервью в должности главы города Сочи. Нас ждет большая, кропотливая, довольно-таки щепетильная работа для того, чтобы все системы жизнеобеспечения города Сочи работали в улучшенном режиме. Мы проблематику все знаем, будем опираться на депутатский корпус, на всех жителей города-курорта Сочи. Проблематика огромная, вы сами без меня ее знаете, поэтому будем уже с завтрашнего дня с 9.00 эти вопросы все решать. Все, что можем, максимально будем делать так, чтобы результат был позитивный. Впервые в истории Сочи мэра выбрали по новой схеме голосованием в городском собрании. До этого мэра города избирали путем народного голосования. Новый порядок выборов связан с изменением федерального законодательства, на основе которого в новой редакции был принят краевой закон о местном самоуправлении. Согласно внесенным в него поправкам, были приняты изменения в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Поэтому на курорте была утверждена комиссия, члены которой с июля занимались приемом документов от желающих участвовать в конкурсе на пост главы Сочи. Заявки подали 18 человек. Та система выборов, которая впервые была в городе Сочи, когда каждый кандидат проходил через конкурсную комиссию, которая была создана при городском собрании. И вот исходя из того собеседования, которое проходило, что до действительности комиссия поработала очень ответственно, очень объективно и отобрали тех людей, которые действительно достойны управлять городом Сочи. Мы это видели по уровню подготовки тех кандидатов, которые были на конкурсе. Поэтому то, что Алексей Сергеевич победил и стал мэром нашего города, это в действительности его подготовка, его профессионализм для того, чтобы победить в этом конкурсе. Нового главу города Сочи выбрали на пять лет. Сегодня же Алексей Копайгородский официально вступил в должность. Инаугурация состоялась в городском собрании. Присягу новый руководитель Сочи принял перед общественностью муниципалитета. На уставе города он поклялся служить процветанию и благополучию сочинцев. Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав города Сочи, честно и добросовестно исполнять возложенные мне обязанности. Со вступлением в должность Алексея Копайгородского поздравил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты городского и краевого собраний, главы муниципальных образований, почетные граждане Сочи и духовенства. Инаугурация прошла ранним утром, до начала рабочего дня. Так что с 9 часов в расписании нового мэра уже не было свободной графы. Мы уже вчера пригласили всю общественность города Сочи. Она состоится сегодня на улице Советская, 26, 15 часов. Все общественники города, все те, которые неравнодушны к развитию города, все те, которые знают проблемы. Как раз с ними состоится сегодня плодотворный разговор. И от их разговора, от их тонких щепетильных тем мы выстроим первую поездку уже буквально в четверг. Сразу же с утра поедем на то место, которое больше всех беспокоит. Острые вопросы Алексей Копайгородский планирует обсудить с сочинцами во время первого совещания. Следующую неделю он посвятит рабочим поездкам по районам курорта. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.